Беседа 50.517. Матфея 14.23. Отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Для чего Господь восходит на гору? Чтобы научить нас, сколько удобно в пустыне и уединение, когда нужно молиться Богу. Для того он часто уходит в пустыне и неоднократно проводит там ночи в молитве, уча нас избирать такое время и место, которое бы нас располагали в спокойной молитве. В пустыне есть матерь безмолвия, покой и пристань, укрывающие нас от всякой тревоги. Итак, Христос для молитвы зашел на гору, а ученики опять борются с волнами и претерпевают бурю, как и прежде. Но тогда, во время бури, Христос был с ними на корабле, а теперь они одни. Господь постепенно и мало-помало ведет их к большему и приучает переносить все мужественно. Поэтому, так когда они в первый раз подвергались опасности, был с ними, хотя и спал, чтобы тем самым успокоить их. Теперь же, ведя их к большему терпению, поступает иначе, уходит от них, попускает бури застегнуть их среди моря, так что им не оставалось никакой надежды к спасению. И на всю ночь оставляет их бороться с волнами, чем, думаю, хотел тронуть жестоко их сердце. Таковое действие должно быть произвести страх, возбужденный как бурю, так и ночным временем. Сверх сердечного умиления Господь располагает их к сильнейшему желанию быть с Ним и непрестанному памятованию о Нем. Вот почему Он не тотчас явился к Ним, как говорит евангелист. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к Ним Иисус и Я по морю. Чем научает их не искать скорого избавления от окружающих бедственно, мужественно переносить все, что не случится. Но когда они ожидали избавления, страх еще более увеличивался, и ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили «Это призрак!» И от страха вскричали «Господь и всегда так поступает, когда хочет прекратить бедствие, посылает другие, тягчайшие и ужаснейшие». Так было настоящее случая. Кроме бури и явление Христово устрашило их не менее бури. Христос не рассеял тьму и не вдруг открыл себя ученикам, что продолжительностью страха укрепить их, как сказал я, и приучить к терпению. Так поступлено было и с Иовом. Когда Богу угодно было прекратить его страх и искушение, опустил, чтобы последнее страдание было тягчайшим. Я разумею, здесь не смерть детей, слова жены наукоризны рабов и друзей. Равным образом, когда Бог хотел Якова избавить от бедствования на чужой стороне, опустил, чтобы открылись новые беспокойства и непрестанно увеличивались. Тесть настиг его на пути и угрожал смертью. А потом брат, хотевший перехватить на дороге, поверг его в крайнюю опасность. Так как человеку невозможно вынести искушение продолжительных и сильных, то Господь желает, чтобы праведники приобрели больше, перед окончанием их подвигов увеличивает испытания. Так поступил он и с Авраамом, назначив ему последним искушением – заклание сына. И несносное делается сносным, когда налагается на человека при дверях, не за долгода освобождения. Так поступил Христос в настоящем случае. Не прежде открыл себя апостолом, чем они возопили. Чем более увеличилось беспокойство, тем приятнее для них было пришествие Христово. Потом, когда они возопили, Иисус тотчас заговорил с ними и сказал – ободритесь, это я, не бойтесь. Эти слова рассеяли страх и внушили смелость. Апостолы не узнавали его по виду, как по причине чудесного хождения, так и по причине ночного времени. Поэтому он открывает себя посредством голоса. Что же делать Петр? Везде пламенный, всегда предупреждающий других учеников, сказал – Господи, если это ты повели мне, прийти к тебе по воде. Не сказал – помолись и призови на помощь Бога, но повели. Видишь ли, сколько жара, сколько веры. Хотя Петр от того и подвергается часто опасностям, что домогается чрезмерного. Так и здесь он просил слишком многого. Впрочем, из одной любви, а не из хвастовства. Не сказал – вели мне идти по волнам. Но что, говорит, повели мне прийти к тебе. Никто не любил столько Иисуса. Это доказал Петр и по воскресению Христовым. И тогда он не стал ждать, чтобы идти вместе с другими, но побежал вперед. Впрочем, он обнаруживает в себе не одну любовную веру. Петр был уверен, что Иисус может не только сам ходить по морю, но и везти и других. И желает скорее быть близ Него. Он же сказал – иди. И вышел из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. И закричал – Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему – маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Итак, это происшествие чудеснее прежнего, потому и случилось после. Когда Христос показал, что он владыка моря, он производит перед учениками другое удивительнейшее знамение. Прежде он запретил только ветрам, а теперь и сам ходит по водам. И другому дозволяет сделать тоже. Но если бы повелел, то вначале Петр не принял бы с таким расположением, потому что не имел еще такой веры. 519. Итак, для чего Христос позволил Петру? Ну, для того, что если бы сказал ему – не можешь, Петр, по своей горячности, и здесь стал бы противоречить. Поэтому Христос и убеждает его самым делом впредь быть осторожнее. Но Петра и это не удерживает. Итак, сошедший с корабля, обуревается волнами, потому что убоялся. Вот что произвело волнение. А страх произошел от ветра, и он говорит, что хотели взять его на корабль. И тотчас корабль пристал к земле, куда они плыли. Эти слова показывают то же самое. То есть, что Иисус зашел на корабль, тогда уже, как ученики, приблизились к берегу. Итак, Петр, сошедший с корабля, шел к нему, радуясь не столько тому, что ходит по водам, сколько тому, что идет к Иисусу. Но, победив трудное, он едва не потерпел вреда от легчайшего. Я разумею, стремительность ветра, а не моря. Такова природа человеческая. Часто успех в великом затрудняется малостью. Как Илья пострадал от Изавели, Моисей от Египтянина, Давид от Версавии, так и Петр. Сначала, объятый еще страхом, он осмелился идти по водам. А против усилия ветра, и притом находясь уже близ Христа, устоять не мог. Так бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к нему верою. Это обнаружило та же разность между учеником и учителем, и утешило прочих. Если они негодовали на двух братьев, то тем более вознегодовали бы на Петра, потому что еще не удостоились принять Святого Духа. После принятия Духа они стали иными, и во всем уже выступает первенство Петру. Ему предоставляют право говорить в собраниях, хотя он менее других был искусен в слове. Но почему Господь не велел уняться ветрам, а сам простер руку и поддержал Петра? Потому что нужна была Петрова вера. Когда с нашей стороны есть недостаток, то и божественное действие останавливается. И так желая показать, что не стремление ветра, но Петрова маловерия произвело такую перемену. Господь говорит маловерный, до чего ты усомнился? Следовательно, он легко устоял бы против ветра, если бы в нем не ослабела вера. Потому-то Господь, поддержав Петра, и не остановил дуновение ветра, желая показать, что ветер не вредит, когда крепкая вера. Как птенца, который прежде времени вылетел из гнезда и готов упасть на землю, мать сажает себе на крылья и опять уносит в гнездо. Так сделал и Христос. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Раньше при подобном случае говорили, кто сей человек, что и ветер, и море повинуется ему, а теперь говорят иначе. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали истинно, ты сын Божий. Видишь ли, как Господь мало-помалу вел всех выше и выше. От того, что сам ходил по морю, велел другому сделать то же и спас его от опасности. Вера в учениках весьма уже возросла. Тогда запретил он морю, а теперь не запрещает. Но иначе в высшей мере показывает свое могущество. Потому и говорили, воистину он сын Божий. Что же, запретил ли он говорить так? Совершенно напротив. Даже подтвердил сказанное тем, что с большей властью не по-прежнему и не по-прежнему стал исцелять приходящих к нему. И переправившись, приступили в землю геницаретскую. Жители того места, узнавшие его, послали во все окрестность и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Теперь приступили к нему не с такими уже просьбами, как прежде. Не зовут его в дом, не домогается, чтобы прикоснулся рукой или приказал словом. Напротив, с возвышеннейшим любомудрием и с обильнейшим верой просят об исцелении. Кровоточивая жена всех научила любомудрию. Между тем, евангелист, желая показать, что Иисус Христос давно уже не был в этой стране, говорит, узнали его жители того места. Однако время не только не встребило веры в народе, но еще увеличило ее и сохранило во всей силе. Итак, прикоснемся и мы к краю одежды Христовой. Вернее же сказать, если и хотим, мы можем иметь всего Христа. Нам предложено и тело Его, не только одежда, но самое тело, чтобы мы не только прикасались, но и ели и насытились. «Приступим же с верою, приступим все немощные. Если прикасающиеся к краю одежды Его привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа? «Приступить же с верою, значит не только принять предложенное, но прикоснуться к Нему с чистым сердцем, с таким расположением, как бы приступали к самому Христу. Что в том, что ты не слышишь глаза Его, зато ты видишь Его тебе предлагаемого, и лучше сказать, и голос Его слышишь, потому что Он говорит через Евангелиста». «Итак, веруйте, что и ныне совершается та же вечерина, которой сам Он возлежал. Одна от другой ничем не отличается. Нельзя сказать, что эту совершает человек, а ту совершал Христос. Напротив, и ту, и другую совершал и совершает сам Он. Когда видишь, что священник преподает тебе дары, представляй, что не священник делает это, но Христос простирает к тебе руку. Как при крещении не священник крестит тебя, но Бог невидимую силою держит главу твою, и ни ангел, ни архангел, ни другой кто не смеет приступить и коснуться, так и в пресечении. «Если один Бог возрождает, то Ему одному принадлежит дар. Не видишь ли, что и у нас, желающие кого-либо усыновить, не рабам вверяют это дело, а сами являются в суд? Так и Бог не ангелам верил дар, но Сам присутствует и повелевает и говорит, «Не зовите Отца на земли». Матфея 23, 9. «Говорит это не для того, чтобы ты не почитал родителей, а чтобы предпочитал им создавшего тебя и принявшего в число детей своих. А кто дал тебе большее, то есть предложил самого себя, тот тем более не почтет недостойным своего величия и преподать тебе свое тело». Итак, послушаем, иереи, и миряне, чего мы удостоились, послушаем и ужаснемся. «Христос дал нам в пищу святую плоть свою, самого себя предложил в жертву. Какое же будем иметь оправдание, когда, принимая такую пищу, так грешим? Вкушая агнца, делаемся волками. Снедая, овча, бываем хищны, как львы. Таинство это требует, чтобы мы были совершенно чисты, не только от хищения, но и от малой вражды. Это таинство есть таинство мира. Оно не позволяет гоняться за богатством. Если Господь не пощадил для нас самого себя, то чего будем достойны мы, когда, дорожа богатством, не щадим души своей, за которой он не пощадил себя? Для иудеев учредил Бог праздники, чтобы они ежегодно вспоминали о его благодеяниях. А тебе, так сказать, каждый день напоминают они через это таинство. Итак, не стыдись Креста. В нем заключены наши славы. Наши таинства. Этим даром мы украшаемся. Им хвалимся. Если я скажу, что Бог простер небо и землю, расширил море, послал пророков и ангелов, я не выражу в такой мере его благости. Вера в благодеяние его состоит в том, что он не пощадил сына своего для спасения отчуждившихся от него рабов. Итак, ни Иуда, ни Симон не должны приступать к этой трапезе, потому что оба они погибли от сребролюбия. Будем же избегать этой пропасти и не почтем достаточным для спасения, если ограбив вдовы-сирот, принесем золотой, украшенный драгоценными камнями, сосуд для святой трапезы. Если ты хочешь почтить жертву, то принеси душу свою, за которую принесена жертва. Душу свою сделай золотую. Если же она хуже свинца и глины, а ты приносишь золотой сосуд, какая из того польза? Итак, будем заботиться не о том одном, чтобы принесть в дар золотые сосуды, но о том, чтобы принесть от праведных трудов. Такие приношения, добытые тобою без любостяжания, дороже всяких золотых. Церковь не на то, чтобы в ней плавить золото, ковать серебро. Она есть торжественное собрание ангелов. Поэтому мы требуем в дар ваши души, ведь ради душ принимает Бог и прочие дары. Не серебряная была тогда трапеза, и не из золотого сосуда Христос давал пить кровь свою ученикам. Однако же там все было драгоценно, все возбуждало благоговение, потому что все исполнено было Духа. Хочешь почтить тело Христово, не презирай, когда видишь Христа на гимн. И что пользуешься, если здесь почтишь его шелковыми покровами, а вне храма оставишь терпеть и холод, и наготу. Изрекший сие из тела мое и утвердивший словом дело, сказал так же, вы видели меня алчущего и не напитали. И далее, так как вы не сделали это одному из малых сих, то не сделали мне. Для этого таинственного тела нужны не покровы, а чистая душа. Уды же Христовы, то есть нищие, имеют великую нужду в нашем попечении. Научимся же быть любомудрыми и почитать Христа, как сам он того хочет. Почитаем ему приятнее всего та честь, которую он сам желает, а не та, которую мы признаем лучшую. И Петр думал почтить Господа, не допуская его умыть ноги. Однако же это было не почтение, а нечто тому противное. Так и ты, почитай его той честью, какую сам он заповедовал, то есть истощай богатство свое на бедных. Богу нужны не золотые сосуды, а золотые души. Говоря, это не запрещают делать богатые вклады. Требую только, чтобы вы вместе с вкладами и даже прежде не творили милостыню. Хотя Бог приемлет и вклады, но гораздо лучше милостыню. Там один только приносящий получает пользу, а здесь и приемлющий. Там дар бывает иногда поводом к тщеславию. А здесь все делается по одному милосердию и человеколюбию. Что польза, если трапеза Христова полна золотых сосудов, а сам Христос томится голодом? Сперва напитай его алчущего, и тогда уже употреби остальное на украшение трапезы его. Ты делаешь золотую чашу и не даешь чаши студенной воды. Что в том пользы? Делаешь для трапезы злототканные покровы, а Христу не даешь и нужного для прикрытия. Какой плод от того? Скажи мне, если ты увидишь человека, не имеющего у себя необходимой пищи, и вместо того, чтобы утолить его голод, обложишь только стол серебром, поблагодарит ли он тебя за это или скорее огорчится? Еще ты видишь человека, покрытого рубищем и окостеневшего от холода, и вместо того, чтобы дать ему одежду, ставишь золотые столбы, говоря, что делаешь это в честь его. Не скажет ли он, что ты над ним насмехаешься, и не подсчет ли это крайнею обидою? Тоже представь и о Христе, когда он, как бесприютный странник, ходит и просит крова, а ты вместо того, чтобы принять его, украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лампадам серебряные цепи, а на Христа, связанного в темнице, и взглянуть не хочешь. Говоря это, не запрещая, и в том быть щедрым, но советую также не оставлять другого или даже и предпочитать последнее. За неисполнение первого никто никогда не был осужден, а за неисполнение последнего угрожает гиенна и огонь неугасимый, и мучения вместе с демонами. Итак, украшая дом Божий, не презирая скорбящего брата, этот храм превосходнее первого. Те утвари могут похитить и неверные цари, и тираны, и разбойники. А что сделать для брата алчищего и странного, и нагого, того и сам дьявол не может похитить. Оно сбережется в неприступном хранилище. Почему же сам Христос говорит, вы нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда? Потому-то особенно и нужно быть милосердным, что не всегда имеем его алчищего, а только в настоящей жизни. И если же хочешь вполне постигнуть смысл этих слов, слушай. Христос говорит здесь не ученикам, как представляется с первого взгляда, а слабой жене. Так как она была еще несовершенна, ученики приводили ее в сомнение, то Господь сказал это в ее ободрение. А что показать, что действительно сказал это в ее утешение, присовокупил. Что сделала жена? Мы всегда имеем его с собою, как сам он говорит. Вот я с вами во все дни до скончания века. Из всего это видно, что Христос сказал те слова единственные для того, чтобы запрещение учеников не иссушило в жене прозябшей тогда веры. Поэтому не будем ссылаться теперь на то, что сказано было с особенным намерением. Но прочитав все узаконения все о милостыне, данной в новом и Ветхом Завете, употребим все старания, чтобы приложить их на деле. Милостыне и грехи очищает, как сказано. Давайте милостыне, тогда все будет чисто. Она важнее жертвы. Милости хочу, а не жертвы. Она отверзает небеса. Молитвы твои, милостыни твои взошли на память пред Богом. Она нужнее девства. Так одни девы были изнаны из брачного чертога. Так другие введены были в него. Зная все это, будем сеять щедро, чтобы с большим изобилием пожать и получить будущее благо. По благодати, человеколюбию, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok